Уверен, каждый из вас хоть раз в жизни давал деньги в долг своим друзьям, близким и родственникам. Очень часто бывает так, что деньги не возвращаются в срок, а еще чаще деньги и вовсе не возвращаются. Как правильно дать деньги в долг, чтобы потом не пожалеть? С вами юрист Марлен Керемкулов и сегодня мы об этом поговорим. Если дело касается небольшой суммы, вы можете взять расписку у должника. Если сумма долга не превышает 50 тысяч суммов, вы можете взять простую расписку. При этом вы должны учесть несколько юридических нюансов. Первое. В расписке должно быть указана дата и время составления. Второе. Ваши паспортные данные и паспортные данные должника с указанием места жительства. Третье. Сумму займа прописью и в цифрах. Четвертое. Срок займа и порядок его возврата. При желании вы также можете указать свидетелей, которые могут подтвердить факт получения денежных средств. Они также должны расписаться в данной бумаге. Не помешает также приложить к расписке копию паспортов должника и свидетелей. Это будет еще одним доказательством того, что деньги были переданы. Уважаемые подписчики, если та сумма, которую вы даете в долг, превышает 50 тысяч суммов, я настоятельно рекомендую вам заключить договор займа. Согласно статье 725 Гражданского кодекса Крыгызской республики, несоблюдение нотариальной формы договора займа влечет его в недействительность. Говоря простыми словами, в случае, если вы не заверили договор займа у нотариуса, вам будет очень сложно вернуть ваши деньги. Пишите в комментариях, какие вопросы вас интересуют. В следующих выпусках мы их разберем. С вами был юрист Марлен Керемкулов. Сирен тот, кто знает свои права. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова